Добрый день, эфир канала Россия продолжает программу Вести Рязань в студии Юлия Ларина и коротко о главных темах этого выпуска. Долгая дорога к водительскому удостоверению. В Рязани около тысячи кандидатов ждут очереди на пересдачу. Рязанская область вошла в список регионов, где чаще всего изымают фальшивки. Какие деньги подделывают и как не унести в кошельке вместо купюр фантики. На восстановление памятника архитектуры в Рязани собирают всем миром, кто помогает вернуть дому писательниц Хвощинских прежний облик. В Рязани около тысячи кандидатов в водители стоят в очереди на пересдачу. Требования к будущим автомобилистам повысили, а пересмотреть образовательные программы успели не все городские школы. В результате с первого раза экзамены в ГИБДД сдают менее 35% слушателей. Дмитрий Мелешкин расскажет подробнее. Смелее, смелее, смелее. Чувствуешь, что машина хочет ехать? Пока это первые робкие шаги Елены на пути к профессии водителя. Она изучает упражнения на автодроме. Не самая сложная задача по сравнению с условиями дорожного движения, но девушка заметно старается. Еще бы, нужно усвоить массу информации. А времени для этого не так много. Мы учимся три с половиной месяца. Я считаю, это, ну, может, недостаточно. Чтоб все нюансы знать, чтоб ездить. Не расслабляется и инструктор. Когда ученики сдают экзамены в ГИБДД с первого раза, это всегда престижно для учителя. С тех пор, как в силу вступил новый регламент, количество таковых заметно сократилось. Сегодня с первого раза сдают лишь каждый третий кандидат. В основном не сдают. Это второй этап практического вождения в городских условиях. И граждане, если не сдают, например, с трех попыток, то пересдача назначается через 30 дней. Если гражданин на четвертый раз не сдал, то получается еще через месяц. И поэтому у нас накапливается определенное количество пересдатчиков. Таковых почти вдвое больше, чем каких-то три месяца назад. По Рязани в очереди на пересдачу стоит около тысячи человек. Иногда желающих столько, что в региональном ГИБДД банально не хватает инспекторов. Экзамен может затянуться на недели и месяца. Причем без дополнительных занятий шансы кандидатов стремительно тают. Когда кандидат-водитель вот сегодня непосредственно сдал у нас внутренний экзамен, и все мы его представляем в ГАИ, у него как бы навыки еще никакие не потеряны, и он сразу идет на сдачу. Но после того, например, если он не успел сдать автодром или город, проходит неделя-две до пересдачи, и, соответственно, навык непосредственно теряется. И это, конечно, влияет на итоговую сдачу. Выходит, самый простой способ получить права – сдать экзамен с первой попытки. Правда, сделать это сложно. По мнению инспекторов, качество подготовки в некоторых автошколах не соответствует современным требованиям. Выбрать надежную и проверенную помогут рекомендации друзей и информация в интернете. Причем положительные отзывы, как говорится, нужно делить на 40. Как пишут их, как правило, руководство тех самых автошкол. Ну а вот негативные помогут составить картину, более приближенную к реальной. Дмитрий Мелешкин, Артем Королев, Вести, Рязань. Банк России обнародовал список регионов, где чаще всего из-за борота изымают поддельные купюры. Рязанская область этот перечень возглавила. Чаще всего в регионе подделывают банкноты номиналом 5000. А забывают фальшивки, как правило, на рынках и в мелких торговых точках. Тему продолжит Анжелика Королева. Рынки, палатки, супермаркеты и даже банки. Фальшивые банкноты могут оказаться где угодно. Всего несколько лет назад эксперты советовали тщательно смотреть деньги на просвет, прощупывать перфорацию, проверять металлизированные нити. Сегодня же даже специальные машинки на кассах не могут отличить подделки от оригиналов. Злоумышленники отвечают на потребителя, на потребности и на востребованность своей продукции. Коль в супермаркетах смотрят только в инфракрасном, то защиту ультрафиолетовой, купюры имитации, они просто ее не воспроизводят. Степень защиты банкнот изучают не только потребители, но и фальшивые монетчики. Такой ликбез для них, как возможность исправить свои недочеты. У любого из них есть свой почерк. По нему и удается выйти не просто на распространителей, но и на тех, кто за ними стоит. В начале года была задержана группа лиц, у которых было изъято 100 единиц денежных купюр номиналом 5000, что в свою очередь является очень большим количеством для нас. Потому что нам поступает по одной, по две купюры. Данная партия для нас является очень весомой и значимой. В последствии наши эксперты исследовали данные купюры и было выявлено то, что также до этого случая нам поступали купюры, изготовленные тем же самым способом. И в результате этого уголовные дела были объединены и следствует продолжить по данным вопросам. В Рязани выявляют и фальшивые доллары и евро. Но на пике популярности среди подделок купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. И чтобы деньги не оказались просто бумажками, не стоит брать крупные купюры у посторонних. Сахарный диабет сегодня станет главной темой в 11-й городской больнице. Пациентов с таким диагнозом приглашают на встречу с ведущими эндокринологами. Педагоги школы сахарного диабета расскажут, что такое самоконтроль и как смириться со строгой диетой. Желающим проведут экспресс-определение глюкозы крови. Конечно же, если кто-то пожелает индивидуально проконсультироваться с врачом-эндокринологом, мы всегда готовы кого-то персонально проконсультировать, поговорить. Возможно, что придет человек, которого надо госпитализировать к нам в отделении, мы его положим, полечим. Льготные квадратные метры оказались непригодными для жизни. Стены квартир, которые получили сироты, покрываются плесенью. И это при том, что дома новые, застройщик строительного брака не видит и исправлять ситуацию тоже не спешит. Максим Ларин разбирался в ситуации. Александр Никифоров демонстрирует оцеревшую стену в новостройке по улице Песочинская. Обои отходят от стен, появилась плесень. С супругой и маленьким ребенком они въехали в эту квартиру меньше года назад. Жилье бесплатно предоставила государство жена Александра Сирота. Радость новоселья закончилась скоро. Едва ударили морозы. Рукой вдоль шкафа провели, там было все мокро. Вызвали людей, там жена занималась этим вопросом, позвонила, пришли проверили, посмотрели, сказали будем разбираться. А с чем разбираться? Прошло уже 4 дня, они должны были прийти и так и не пришли. Выпускница детского дома Ульяна Феонина живет в соседнем подъезде злополучной новостройки. От черной плесени на обоях и откосах избавиться можно только на время. Малейший перепад температур провоцирует рост грибка. У нас дело в том, что сыреют стены, протекает, как я понимаю, крыша. В том году у нас вся кухня мокрая была, в этом году у нас получается по периметру углов постоянно чуть только сырость происходит, и сразу расклеиваются обои, непосредственно бухает. Мы приезжали сюда год назад. Местные жители уже жаловались на отвратительное качество жилья. Тогда стены промерзали насквозь, а от влажности вкупе с холодом регулярно болели дети. Получившие в этом доме квартиры сироты во всем винили застройщика строительную компанию «Квант». Представитель «Кванта» тогда уверял, эти неудобства временные. Важно дать дому пройти усадку. Обещал устранить недостатки. С тех пор на этом пятачке земли появились новые дома, а проблемы остались прежними. И те же самые уверения от главного инженера «Кванта» сыпятся на камеру в очередной раз. Я считаю, что все замечания, которые там есть, все устраняются. Подождите, почему люди мучаются до сих пор? Почему люди мучаются до сих пор? Ну, я не знаю, что они мучаются. Впрочем, таким заявлением представители «Кванта» жители домов по улице Песочинская давно не верят. А еще опасаются, скорее всего, застройщик попросту тянет время. Ведь когда пройдет гарантийный срок эксплуатации, на проблему и вовсе можно будет махнуть рукой. Максим Ларин, Евгений Леонов, Станислав Вербицкий. Вести. Рязань. Первые международные соревнования и сразу огромный успех. Рязанец Иван Кулаков стал лучшим на чемпионате мира по гиревому спорту, который проходил в Казахстане. В соревнованиях приняли участие почти 500 спортсменов из 37 стран мира. Иван Кулаков победил в категории до 85 килограммов, блестяще выполнив упражнение «Длинный цикл». С 32-килограммовыми гирями в каждой руке он за 10 минут выполнил 85 поворотов упражнения. Также Иван завоевал золото в составе сборной России в командной эстафете и получил звание мастера спорта России международного класса. Дом писательниц Хвощинских в Рязани вошел в программу благотворительного марафона. Афоном и родом из России. Его цель – привлечь внимание жителей области к проблеме сохранения исторического наследия. Теперь средства на реконструкцию рязанского памятника архитектуры собирают всем миром. Бывали хуже времена, но не было подлей сегодня. Эту крылатую фразу приписывает Некрасову, тогда как ее истинный автор Надежда Хвощинская – знаменитый рязанский прозаик. Большую часть жизни она и две ее сестры прожили в этом рязанском доме. Сегодня он больше похож на руины, а когда-то в этих стенах било сердце литературной жизни Рязани 19-го столетия. Сюда летели восторженные письма от Некрасова, Салтыкова, Щедрина, Гончарова. В дом несеминарской приезжал и художник Крамской, чтобы по заказу Третьякова написать портрет самой знаменитой из сестер – Надежды Хвощинской. Ее романы под псевдонимом «Крестовский» были известны на всю Россию. Надежда Дмитриевна была не только писательницей, она и выступала в качестве литературного критика, также знала хорошо итальянские и французские языки. Любой интеллигентный, образованный человек знал это имя. Вызволить Хвощинских из пилены забвений и преобразить знаменитый дом было решено на федеральном уровне. Еще в прошлом году стартовал благотворительный марафон «Мы родом из России». Средства на реконструкцию собирают всем миром. Именно так на народные деньги в Удмуртии уже удалось восстановить дом Чайковского, в Смоленской области усадьбу композитора Глинки. Сегодня россиянам предлагается внести свою лепту в восстановление литературной жемчужины Рязани. Так театр на Соборный в дар Дома Хвощинских принес 13-ю звезду. Вас уже давно нет, но я вас помню, сейчас не вижу. Деньги от этого спектакля пойдут в общую копилку. Сегодня только на разработку проектной документации требуется порядка 2 миллионов рублей. После этого реставраторы назовут всю стоимость восстановительных работ. Те, кто уже принял участие в акции, уверены, ничто так не ценится, как созданное своими руками. А когда конкретно человек дает деньги на восстановление Дома Хвощинских, и он понимает, на что он дает, он горд этим. Та же молодежь не поленится прочитать, наконец-то, о трех сестрах, да, Хвощинских. Надежда Хвощинская признавалась, что не умеет писать о том, чего не знает. Поэтому лейтмотивом всех ее произведений, написанных в Доминой семинарской, стало бессилие одного человека перед миром стяжательства и равнодушие. Быть может, завершившись, этот проект докажет, что русская провинция все же изменилась, а Дом Хвощинских станет символом единения рязанцев. Елена Макарова, Сергей Громотеев, Александр Бредихин. Вести. Рязань. Такими были Вести. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok 27772 и 258857 Теперь и на «Маяке». Частота 99,1 FM Я сам в эту студию всегда захожу одним, а выхожу другим человеком. За час прямого эфира чужие драмы становятся моими. Никто даже близко не чувствует того, что сейчас чувствуете вы. Герои программы, которые приходят сюда с одним, с болью, с потерей. Прости, пожалуйста, а? Я тебя очень люблю. С несправедливостью. Это не мой ребенок! С желанием защититься. Приходя сюда, обвиняя кого-то. Стоп, стоп, стоп. Разойдитесь, разойдитесь. Уходили другими. Мне очень важно, чтобы они уходили отсюда счастливыми. Тогда и я сейчас. «Непридуманная жизнь». В прямом эфире. По будням. Теперь в 17.40. Я Россия. С каждым месяцем в нашем проекте все больше городов. Этой осенью в эфире Жители Казани, Астрахани, Мурманска. И вы тоже можете стать лицом канала «Россия». Присоединяйтесь к нашей акции. Узнайте, когда ваш город скажет «Я Россия». Уточните дату на сайте я.раша.тв Приходите всей семьей. Приводите друзей. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова